ну что друзья знакомьтесь это новый электрический кроссовер xpeng g7 на первый взгляд вроде обычный современный кроссовер но xpeng заявляет нет нет этого мне просто машина это первый в мире автомобиль на базе искусственного интеллекта да да вы не ослышались тут такие передовые технологии что кажется он не просто едет он реально думает внутри мощнейший компьютер а на лобовом стекле крутой проекционный дисплей разработанный вместе с huawei компания делает ставку на то что сочетание передовых технологий и удобного семейного формата сможет перетянуть покупателей от крупных и уже раскрученных брендов смелый шаг но очень любопытный как думаете получится или нет задача предстоит нелегкая g7 собирается конкурировать в сегменте где доминирует tesla model y и использует иной подход к дизайну пока многие электрокроссоверы выбирают изящную линию крыши в стиле купе g7 решил остаться верным классики и это не потому что xpeng ностальгируют по прошлому нет тут все ради практичности такой подход особенно порадует семьи благодаря традиционному силуэту внутри стала просторнее а задние пассажиры точно оценят высокий потолок внешне g7 напоминает лифтбэк xpeng p7 плюс который мы уже видели в прошлом году те же стильные фары похожие задние фонари но при этом масса фишек спрятанные дверные ручки огромный спойлер сзади панорамная крыша в общем футуризм тут не ради понтов а ради удобства g7 явно старается быть машиной будущего но при этом остается удобным и практичным как и должно быть у семейного кроссовера давайте поговорим о габаритах xpeng g7 его длина почти 4 и 9 метра точнее 4892 миллиметра ширина 1925 высота 1655 то есть он реально больше чем tesla model y которую в китае считают главным конкурентом этой семерки новинка длиннее теслы почти на 10 сантиметров ширина пару сантиметров и выше примерно на 3 но вот колесная база у обеих моделей одинаковые 2890 миллиметров про клиренс точных данных пока нет но скорее всего он будет около 17 18 сантиметров это стандарт для кроссоверов такого класса весит g7 примерно 2100 килограммов не самый легкий но и не тяжелый для таких габаритов а теперь заглянем внутрь нового кроссовера xpeng тут у нас просторный салон на пятерых и стильный минималистичный дизайн ничего лишнего все по современному руль двухспицевый многофункциональный с аккуратным рычажком переключения передач прямо за ним атмосферная подсветка добавляет уюта особенно в темное время суток в центре большой 15-дюймовый экран мультимедийки через который управляется вообще все от климата до настроек авто приборной панели как мы привыкли тут нет вся нужная информация теперь выводится на проекционный дисплей прямо на лобовом стекле и вот как раз о нем сейчас расскажем подробнее обычные проекционные дисплей в машинах которые ограничиваются скоростью или названием песни не больше но китайская компания решила не мелочиться и вывела все это на новый уровень в их новом g7 информация проецируется прямо в поле зрения водителя с помощью дополненной реальности не нужно постоянно метаться глазами между приборкой и центральным экраном навигация подсказки даже предупреждение буквально накладываются на дорогу перед вами водители могут видеть информацию который точно показывает на какой полосе необходимо находиться перед следующим поворотом все понятно с первого взгляда и главное не отвлекает причем этот проекционный экран закрывает почти всю ширину лобового стекла по ощущениям это как если бы у вас перед глазами висел 87-дюймовый экран шикарной контрастностью 1800 к одному видно отлично и днем и ночью xpeng делает эту систему вместе с huawei и добавил туда еще и искусственный интеллект чтобы все работало не просто красиво а умно да у mercedes-benz тоже есть проекция с дополненной реальностью в с-классе но xpeng делает похожие технологии доступными не только для премиум класса а для гораздо более широкой аудитории и всем этим управляет мозг будущего новый чип турин собственной разработки с мощностью 750 tops новинка станет первым автомобилем с искусственным интеллектом и вычислительной мощностью третьего уровня в новом кроссовере тут стоит сразу три фирменных чипа и вместе они выдают 2250 tops для сравнения один такой чип мощнее трех нвидиа orinx которые уже считаются крутыми так что на сегодня это самый умный электрокар по железу амбиции xpeng выходят за рамки легковых автомобилей планируя использовать чип турин в будущих роботах с искусственным интеллектом и летающих автомобилях но салон этого кроссовера это не только умные технологии но и настоящий комфорт для передних пассажиров предусмотрены две беспроводные зарядки мощностью 50 ватт а для задних отдельная беспроводная зарядка в подлокотнике задним пассажирам тоже не скучно для них есть восьмидюймовый развлекательный сенсорный дисплей и складной столик а также регулировка наклона спинки которая удобно регулируется на ручке двери все сделано чтобы поездка была максимально комфортной и интересной еще больше комфорта электрорегулировка вентиляция подогрев и даже массаж для передних сидений для задних тоже есть подогрев и вентиляция панорамный люк наполняет салон светом аудиосистема x opera с 20 динамиками подарит настоящий концерт прямо в машине и вишенка на торте интеллектуальный ароматизатор который поддерживает приятный запах в салоне вот что значит комфорт продвинутые технологии и роскошь xpeng g7 ну и конечно багажник ведь для семейного кроссовера это очень важный момент при выборе машины мы это отлично понимаем основной багажник здесь целых восемьсот девятнадцать литров а если сложить задние сиденья получаем просто огромный объем около двух тысяч двухсот литров но самое крутое эта фишка электрокаров под капотом где обычно находится мотор g7 есть еще один багажник на 120 литров так что места для всего точно хватит необычно для современного электрокроссовера но у g7 пока только один мотор на задней оси мощностью 296 лошадиных сил такой же как у его родственника xpeng g6 этот мотор питается от литий-железо-фосфатной батареи от известного производителя calp по предварительным данным этот кроссовер будет предлагаться с двумя вариантами аккумуляторов на 68 с половиной и на 80 и 8 киловатт часа в зависимости от размера дисков запас хода меняется с 18 дюймовыми колесами машина сможет проехать по китайскому стандарту примерно 600 и 700 километров в зависимости от батареи а если поставить 20 дюймовые диски то пробег чуть меньше около 580 и 680 километров в любом случае вполне достойно для современного электрокроссовера максимальная скорость 202 километра в час и кстати не исключено что позже появится версия с двумя моторами для тех кто хочет побольше мощности и полного привода ожидается что новый кроссовер g7 будет стоить примерно 35 тысяч долларов на родном рынке то есть в одной лиге с такими топами как tesla model y zikr 7x и новым но еще не вышедшим на рынок xiaomi y u7 а уже сегодня вечером должны стартовать предварительные продажи xpeng g7 рассчитывает серьезно встряхнуть рынок среднеразмерных электрических кроссоверов и первые машины начнут поступать к покупателям уже в третьем квартале 2025 года вот и все на сегодня спасибо что остаетесь с нами если видео понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях это поможет каналу расти а нам создавать еще больше интересного контента желаем вам интересных путешествий чтоб ваш автомобиль всегда служил надежно а дороги будут ровными и безопасными до скорой встречи на канале